Помните, когда раньше было, то есть с сумками идут, открывают, закрывают. Сейчас люди просто проходят, даже тележки можно проводить. Просторные тамбуры, подъемники для маломобильных пассажиров, а еще полки, с которых не падают сумки и зарядка для телефона. Все это новое поколение электропоездов. Здесь 6 вагонов, 640 посадочных мест. Поезд запустили в середине марта, и уже в этом же году ожидается поступление двух таких же составов. И здесь что еще особенность в этом электропоезд? Здесь система вентиляции, отопления и кондиционирования. Здесь имеется кондиционер, то есть мы в летний период включаем, температура поддерживается, 22 градуса комфортно. Новый электропоезд губернатору края Виктору Томенко показал начальник западно-сибирской магистрали Александр Грицай. Во время рабочего визита они успели посетить несколько объектов. Это сердце железной дороги на Алтае, моторвагонное депо. Сегодня предприятие в несколько раз увеличило число капитально отремонтированных вагонов. Как результат, новые рабочие места, более 50 вакансий. В следующем году тоже будут увеличены электромашины, цехи. Мы добавим, то есть не в Москву будем машины отправлять, а сами здесь на месте. Соответственно, это будет еще плюс 8 человек, плюс 8 рабочих мест. В 2022 году поездами из Алтайского края было отправлено более 8 миллионов пассажиров. Одним только скорым поездом Барнаул-Славгород за несколько месяцев воспользовались уже 15 тысяч человек. Почти на 2 миллиарда рублей мы обновили парк вагонов нашего Алтаи-пригорода. Это 60 вагонов. Мы практически за эти годы обновили до почти 100%. Осталось еще 5% всего парка обновить. И это современные, совершенно безопасные средства передвижения. Добавим, что за последние два года РЖД инвестировали в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и в совместные проекты более 9 миллиардов рублей. Планы на этот год еще 4 миллиарда. Ремонт 60 километров путей и новые электропоезда. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин